русская поговорка гласит скажи мне кто кто твой друг и я скажу тебе кто ты сегодняшний вариант очень сильно политизирован и звучит так скажи мне чей крым я скажу тебе кто ты впрочем политики в приличном обществе не говорят еще две запретных для приличного общества темы это секс и религия я думаю что без секса мы сегодня как-нибудь обойдемся вот без религии уж простите никак и сегодня я предлагаю другой вариант этой поговорки скажи мне свое евангелие я скажу тебе кто ты слышу такую фразу кто-нибудь подумает что разум есть несколько евангелий то есть понятно что в новом завете есть четыре книги и каждая из которых называется евангелие от матфея или матитьяху если вы предпочитаете еврейский новый завет и так далее то есть это четыре жизни описания еще написано четырьмя разными людьми они немного отличаются друг от друга в несущественных деталях но по сути представляет нам совершенно ясно одну и ту же историческую фигуру одну и ту же личность одного и того же мессию и насчет этого все верующие в него согласны между собой но дело то в том что в новом завете евангелие это слово означает не только жизнеописание мессии ешуа но также и содержание проповеди чей проповеди разумеется проповедников которые упоминаются в новом завете и впрочем тут нужно говорится не всех проповедников это слово евангелие означает содержание проповеди самого мессии ешуа и его апостолов, его учеников, его посланников. Тут опять-таки можно сказать, а что, разве есть какие-то еще в Новом Завете люди, которые что-то другое проповедовали? То есть не Евангелие у них было, а какое-то другое послание? Строго говоря, да. Потому что, например, был такой человек Йоханан, в русской традиции он называется Иоанн, который погружал людей, внявших его призыву раскаяться в своих грехах, он погружал их в воду реки Иордан, в знак очищения от их прежних грехов и жизни с чистого листа, которая начинается после этого очищения. Он был, безусловно, проповедник, и люди шли к нему толпами, и не только потому, что он выглядел несколько необычно, потому что написано о нем, что лишнюю одежду он не носил, имел всего лишь навсего пояс кожаный на чреслах своих. Его послание было связано с посланием Мессии Ешо и его апостолов, но это было не совсем то же послание, оно несколько отличалось. Может быть, мы еще увидим, в чем именно. Сегодня ситуация похожая, в том смысле, что мы тоже видим и слышим самых разных проповедников, и я здесь имею в виду не только то, что проповедников очень много, а что их послания, по крайней мере на первый взгляд, не всегда идентичны. И иногда различия в их проповеди, они такого же рода, что и различия между четырьмя евангелистами новозаветными. То есть это отличие стиля и несущественных деталей, а суть послания при этом одна и та же. Однако нередко бывает также и по-другому. Бывает, что сами послания различаются кардинально по своей сути, хотя стиль при этом может быть схожий. И вот тут мы с вами должны остановиться и задуматься, что мы живем за время такое интересное, что много разных посланий проповедуются вроде бы как под общим заголовком Евангелия Мессии Ешо. В чем тут дело? Стили и детали могут отличаться, и это совершенно нормально, что они отличаются, потому что люди не роботы, даже технари выражают свои мысли по-разному, а уж тем более гуманитарии, которые любят воспарять мыслями и пользоваться самыми разными словами. Но поскольку у нас речь идет не о технических вещах, а о духовных, то отличия стиля и деталей тут вполне допустимы, но вопрос, допустимы ли различия по сути дела, а не по стилю и по деталям? И если эти различия допустимы, то насколько они критичны? Другими словами, нужно ли поднимать шум по поводу этих различий в наш век плюрализма и терпимости? Может быть наоборот, нужно поддакивать и говорить, дескать, как хорошо, сколько людей, столько и мнений. Каждый по-своему прав. В этой связи мне вспоминается один разговор с другом, состоявшийся у меня пару месяцев тому назад. Друг мой, я назову его здесь Алексеем, он интересуется историей церкви и богословием. Мы с ним заговорили об одном общем знакомом лидере общины, пастыре, который получает финансовую поддержку для своего служения из-за границы. Я рассказал Алексею, что перестал принимать приглашение нашего общего знакомого проповедовать его общение, поскольку его заграничный спонсор считается у себя на родине и также в Израиле еретиком. На это мой друг поинтересовался, в чем именно заключается ересь, проповедуемая этим человеком, этим заграничным спонсором, и потом ответил мне примерно так. Послушай, вот ты говоришь, что у него неправильная доктрина о Боге. Но пойми, когда мы говорим о Боге, мы должны помнить о том, что Он бесконечный, а потому необъятный. Мы не можем постичь Его нашим конечным ограниченным разумом. Все эти церковные комиссии, объявляющие хороших людей еретиками, это все такая туфта. За свою длинную историю стольких людей церковь объявила еретиками, изгоняла из своей среды, даже уничтожала физически, сжигала на кострах. А потом, по прошествии нескольких столетий, выяснялось, что у самой этой церкви рыльство в пушку было, как в доктринальном плане, так и в морально-этическом. Так что, дорогой друг, оставь все эти разговоры о том, кто еретик и кто нет. Давай-ка будем попроще, наберемся смирения, воздержимся от того, чтобы клеить налево и направо разные нехорошие ярлыки, таким же верующим, как и мы с тобой. Вот вы, дорогой зритель и слушатель, что вы думаете по этому поводу? Звучит ведь это очень мудро, правда? И очень скромно. На первый взгляд, да, звучит это все очень хорошо и замечательно. Но самое главное, это звучит очень в духе нашего времени, когда самое главное всех принимать как есть, то есть вместе с их взглядами, и никого не обидеть тем, что ты считаешь его неправым. Боже, сохрани от этого, потому что сегодня ведь самый страшный грех какой? Нетерпимость. А нетерпимость в сегодняшнем понимании этого слова, да, это что такое? Это когда я за собой оставляю право считать, что вот этот человек говорит истину, а вот тот заблуждается. Не забывайте, мы живем в век постмодерна, когда объективной истины и лжи больше нет. Теперь истина у каждого своя. Нашел свою истину? Прекрасно. Можешь ее высказать. Только никому не пытайся доказать, что твоя истина, она действительно истина с большой буквы, и что где-то еще есть ложь, потому что то, что ты считаешь ложью, это чья-то истина с большой буквы. Нехорошо так. Кто ты такой? Может быть, просто есть другие аспекты истины. Лжи никакой нет. Есть просто другие аспекты истины, которые тебе пока еще недоступны. Однажды подрастешь, дорастешь и, может быть, поймешь. Ну, а нет, тоже ничего страшного. Мы с вами живем вот в такой век. Почему? Потому что век идеологий, который был до этого, он закончился. Почему он закончился? Потому что идеологии ведут войны между собой. Нацизм, социализм, коммунизм, марксизм, капитализм. Все эти измы, они друг с другом всегда воевали, а нам не хочется больше войны. Мы хотим мира, дружбы и тишины. Это самое главное. Нам важнее мир, а не истина. Поэтому без идеологии, пожалуйста, говорят нам сегодня. Даже еврейскую основу можно подвести под это замечательное мировоззрение. Ведь кто больше нас, евреев, любит парадоксы, всякие хитрые противоречия, когда два человека говорят прямо противоположные друг другу вещи, и они приходят к Равину и говорят, вот рассуди нас, кто прав? И Равин говорит ему, выслушал одного, говорит, ты прав. Выслушал другого, говорит, и ты тоже прав. Там за дверью стоит жена Равина, слушает этот разговор, они ушли уже. Она говорит, слушай, ты этому сказал, что он прав? И этому сказал, что он прав. Как это может быть? У них вещи, позиции прямо противоположные. Ну, Равин посчитал, задал, говорит, слушай, а ты права. Замечательно, правда, вот все эти анекдоты. Но учтите еще тут такой важный момент. Наши дети, наша молодежь, она уже насмотрелась на нас, на людей, воспитанных на поистине нетерпимой идеологии, коммунизме, который отчаянно нуждался в классовом враге. И без такого классового врага он вообще не мыслил своего существования. Они уже насмотрелись на нас, вот таких идеологизированных, воинственных. И наши дети не хотят иметь вот с такой действительно страшной нетерпимостью ничего общего. И это хорошо, это правильно. Но наш-то главный, может быть, родительский страх, особенно когда наши дети подрастают, какой? Потерять контакт с нашими детьми. И вот вам и задачка. Как же нам в наш толерантный век не прослыть динозаврами, которые оттолкнут собственных детей от себя своей нетерпимостью и окажутся на задворках? А с другой стороны, как не упасть в этот плюралистический суп, где нас будут варить на медленном огне, как лягушек, пока мы не окочуримся незаметно для самих себя? И так мы и будем верить в то, что все хорошо одинаково. Я не знаю, что по этому поводу думаете вы, дорогие зрители и слушатели. Буду рад прочитать ваши мысли на ютубе, благо есть возможность оставлять комментарии, я стараюсь их читать и отвечать по мере возможности. Но для начала скажу, что думаю об этом я сам. Может быть, вам знакома эта притча о трех слепых, которых попросили ощупать один и тот же предмет и словами описать свои впечатления, попытаться угадать, что они трогали руками. Так вот, один из этих слепых сказал, что перед ним такая толстая колонна, только не мраморная, а какая-то шершавая. Другой сказал, что держит в руках шланг. А третий, что это какая-то непонятная то ли подстилка, то ли лепешка плоская, огромная. В общем, их подвели к слону. И первый попытался обхватить руками его ногу, второй подержал в руках хобот, а третий ухо того же самого слона. Вечный Бог, создатель Вселенной, который не только создал ее, но и держит все ее в своих руках, он, безусловно, намного больше нашего ограниченного человеческого разума. Я возвращаюсь к доктрине о Боге, которую я считаю до сих пор еретической, и за которую меня упрекнули мои друзья. И что вот перед таким Богом мы действительно, конечно, мы не просто как слепые перед слоном, это верно. Мы слепые котята или даже слепые амёвы, наверное, перед ним. Мы очень маленькие, очень ограниченные, это правда. Однако, несмотря на это, ни один слепой из нашей притчи, он не сказал и не смог бы сказать, если он в здравом уме, что он держит в руках, например, лягушку, или помидор, или цветок. Каждый из нас видит только часть целого, это правда. Однако у нас с вами сейчас речь идет об одном и том же объекте. Вот ручка, например, один потрогает ее с этого конца, другой потрогает с этого. Или слон. Мы сейчас говорим об одном конкретном объекте, о Боге. Точно так же, как слон, это слон, а не цветок. Точно так же и Бог, это Бог, а не что угодно. Не знаю, не колонный зал Дома Союзов, у которого у слона есть колонна, нога, и у колонного зала Дома Союзов есть колонны. Это две разные вещи, хотя похожие, но тем не менее. Бог это Бог, а не что угодно. Поэтому его Евангелие, это тоже вполне конкретное что-то. А не что-то конкретное и узнаваемое, а не какое угодно. Позитивное послание. Я говорю об этом по той причине, что Евангелие сегодня проповедуется очень много. И я совсем не утверждаю, что лишь одно из них вполне, то есть на 100% ортодоксальное, то есть правильное, а все остальные совершенно левое. Возможно, доля истины есть и в других. Но не кажется ли вам, что сам Мессия и его ученики, и его посланники, они очень хорошо знали, что именно они проповедовали, и хотели, чтобы и мы понимали их послание предельно ясно. Разумеется, во всей полноте мы начнем понимать вещи только в вечности. Но есть базовые истины, без понимания которых сегодня мы не поймем в вечности ничего вообще, потому что мы проведем ее без Бога. Истина Евангелия настолько важна, что Раф Шауль, то есть апостол Павел, в своем послании общинам Галати написал такие слова. Даже если мы, или даже ангел с небес, провозгласил бы вам так называемую добрую весть, отличную от доброй вести, провозглашенной нами, да будет под вечным проклятием. Очень сильные слова. Для него благая весть Ишоу была чем-то исключительно важным. Он видел, что не всегда люди проповедуют это послание от чистого сердца. То есть был всегда этот вопрос мотивов. Но это был для него вопрос второстепенный, вторичный. Были те люди, которые проповедовали Евангелие для того, чтобы ему, Раву Шаулина, солить. Однако это его не смущало. Почему? Потому что хотя мотив этих людей, он был совершенно неверный, послание их при этом было правильное. Но когда приходили люди с иным Евангелием, то есть с иным посланием, все великодушие Шауля мгновенно испарялось. И вот он, как мы сейчас с вами слышали, выражался крайне резко. Почему? Потому что Евангелие — это не просто очередное позитивное послание, типа мотивационных цитаток, которые можно в преизбытке сегодня видеть в Фейсбуке. Это весть о спасении, от принятия которой зависит, кем будет человек в вечности. Это нечто святое, нечто от Бога, это нечто оплаченное величайшей в мире ценой, жизнью и смертью Мессии Иешуа. И у нас нет никакого права относиться к этому Евангелию легкомысленно, пренебрежительно, без должного внимания или менять его. В чем же именно оно заключается и каким образом оно выхолощивается сегодня? Об этом в нашей следующей программе. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...